Здравствуйте, на телеканале Десна ТВ Новости в студии Олег Соловьев. Сегодня день работников органов ЗАГСа. За всем известной аббревиатурой запись актов гражданского состояния – ежедневный труд работников этой службы. Начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Со дня образования российских органов записи актов гражданского состояния прошло 103 года, а отдел ЗАГС Десногорска был организован 31 год назад, в 1989 году. С тех пор судьбоносные жизненные события горожан происходят в его стенах. Исключением, пусть и с некоторыми оговорками, не стал и нынешний год. В непростой 2020-й связать себя узами брака десногорцы не торопились. Я думаю, что молодые люди стараются заботиться о своем здоровье и как-то откладывать регистрацию браков на более поздний период. Может быть, некоторые переносят с этого года регистрацию брака на следующий год. И такие ситуации были, особенно очень много, это было таких ситуаций в апреле. С апреля месяца у нас многие пары перенеслись на август, поэтому у нас слегка был подъем зарегистрированных браков. Тем не менее, клятву вечной любви и верности дали друг другу 146 пар, на 4 меньше, чем годом ранее. Всего же актов гражданского состояния зарегистрировано 798, что на 67 записей меньше уровня 2019 года. Сотрудники ЗАГСа надеются, что в следующем году количество молодоженов в Десногорске будет больше. Хочется верить, что в следующем году на приеме у нас будет больше граждан, люди будут больше общаться, влюбляться и заключать драки. Пока же свой профессиональный праздник сотрудники Десногорского ЗАГСа встречают в режиме ограниченного приема. Но это не мешает им продолжать документально фиксировать важнейшие вехи жизни горожан, тем самым внося свой вклад в летопись Десногорска и области в целом. Сегодня в Смоляне около 20% услуг могут оформить онлайн. Речь в первую очередь о социально значимых сервисах. Площадкой для них выступает личный кабинет портала госуслуги, который уже позволяет через сайт записаться к врачу, вызвать его на дом или даже ознакомиться с результатами своих анализов. На сайте появляются и другие полезные функции, например, для бизнеса, которые помогают оформлять всевозможные лицензии и разрешения. Губернатор области Алексей Островский распорядился поднять долю услуг, оформляемых онлайн, до 95% уже к 2022 году. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!